Ирина, да, мы связались с теперь уже бывшим пациентом больницы Стройгаза. Там он лежал с пневмонией, его должны были выписать на 10-й день, но экстренно выписали на 9-й и выдали документ об обязательной самоизоляции. За день до моей выписки поступила пациентка или пациент с признаками заражения коронавируса. Девушка была в специальном костюме, в респираторной маске, не представила себя, я не спрашивал. Она сказала, что вот такая ситуация была. Минздрав уже опроверг эту информацию. Заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова во время онлайн-конференции пояснила, что было подозрение на заражение, но тест показал отрицательный результат. В больнице после этого провели дезинфекцию. Сейчас оно работает, но как монопрофильное, и смена формата была задумана заранее. Теперь больница Стройгаза принимает только пациентов с пневмонией. Если в процессе лечения у таких пациентов отрицательный тест на вирус сменится на положительный, то их, конечно, переведут в инфекционку 5-й горбольницы. Другие отделения больницы Стройгаза сейчас работают на площадках других больниц. Медперсонал перед этим, конечно же, прошел тесты на случай заражения. Инфицированных среди них нет. Редактор субтитров А.Семкин